все сколько сейчас времени здравствуйте всем здравствуйте времечко у нас уже начало нашего сегодняшнего мастер-класса так не вижу комментарий сейчас так я надеюсь нас видно и слышно девчонки там махните рукой ладно у нас у меня тема такая ну праздник который тут он отбегается хотела комментарии увидите не вижу комментарии так как же сделать так что так всем привет итак сегодня у нас четверг в преддверии окончания октября значит у нас скоро с вами будет такой праздник как хэллоуин да ну если честно положить руку на сердце я не особо знаю что делать в этот праздник так но некоторые клиенты любят когда у них на ногтях что-то вот именно появляется посвященная сейчас мы попросим к нам помочь так значит ну некоторые клиенты любят когда у них на ногтях рисуют нечто такое вот необычное значит ну сегодня заявленная тема у нас такая хэллоуин и мы с вами вот таким вот образом я сейчас вот так подниму ну я тут постаралась сделать немножко вариантов дизайнов такие вот с черепушечками с такими смешными привидениями со скелетиками ну и сколько мы успеем столько мы сегодня и сделаем к сожалению у меня выключены комментарии я не вижу что нам пишут так сейчас мы девчонки итак значит ну прежде всего значит я хотела ну как бы садясь выполнять задание вот к этому вернее да вот рисую рисуя типсы к этому на сегодняшнему моему заданию ну во первых как бы задумалась какого цвета да какого цвета можно сделать дизайны именно для вот этого праздника хэллоуин значит ну белый черный красный оранжевый вот к нам тут пришли пришла наша помощь ирина вот комментарии нету не могу найти где бы они у нас прятались ну тогда вот так сейчас мы сделаем чтобы поздороваться за привет девчонки ага все вот наконец-то да у нас все спасибо огромное я попробовала не получилось и поэтому все отлично нам помогли нас не бросили в беде и так возвращаюсь значит я тут значит подумала какого же цвета могут быть эти дизайны какого цвета может быть фон вот ну не знаю ничего умнее не придумала как взять красный черный белый это те цвета которые всегда у всех есть вот значит и вот олицетворение вот этого праздника хэллоуина да естественно я тут начала думаю как же мне ну начать этот кур этот мастер-класс и и я значит подумала что надо может быть историю да историю что это за праздник где отмечается и так далее итак девчат ну хэллоуин да давайте я вот так вот пока сделаю итак хэллоуин отмечается в принципе в разных городах по всему миру на самом деле и называние у него праздник мертвых вот так вот я нашла в интернете обозначение символизирует начало зимы и приход нечистых сил отмечается 31 октября ну в ночь да наверное в ночь на 31 или с 31 на 1 так значит символизирует начало зимы и приход нечистых сил наделенных в этот день особой силой и властью значит изготовление тыквы из чтобы обычно традиционно делают да в этот день изготавляют тыквы светильники костюмированные вечеринки проводят значит детки выпрашивают сладости естественно тематические мероприятия развлекательных заведениях так значит хэллоуин отмечается дак вот ежегодно 31 октября во многих странах мира его справляют накануне дня всех святых праздник символизирует начало зимы приход через чистых сил все это я вот уже принципе сказала важный атрибут этого праздника светильник так но у нас опять исчезли комментарии опять я ничего не могу понять почему у нас сегодня так как-то странно все происходит комментарии почитать и ответить я к сожалению просто не вижу поэтому буду просто вести прямой эфир хорошо странно что исчезают вот так так а все вот наконец-таки загрузилась все видно здравствуйте здравствуйте как сделать дизайн верхнем ряду сейчас мы виолетта спрашивает у нас наташа привидение нарисованы от руки до от руки конечно же это же такую одноразовая акция и так значит важный атрибут праздника это светильник джека тыква с вырезанными глазами ртом со свечой внутри не отъемлемая часть хэллоуина костюмы воплощающие представление нечистой силы но нечистой силы да у нас тут вот будет такая вот привидение маленькие скелетики покажу как это можно сделать очень быстро и непринужденно значит видим анти значит насыщен костюмы ведь значит опять же вот костюмы делают именно в черном в красном цвете популярные образы вампиры вурдалаки ведьмы и скелеты и так далее так ну и что еще в россии в россии у нас в россии да этот праздник популярен именно в студенческой среде вот и как раз дизайны для студентов да например на сиди себе бы я наверно никогда бы такой дизайне сделала для студентов принципе сама то здравствуйте всем здравствуйте да в россии хэллоуин популярен студенческий этот день развлекательное изведение проводит тематические мероприятия ну а наше заведение школа мирошниченко проведет вот такой тематический сегодня вам мастер-класс в котором мы сделаем какие-нибудь варианты дизайна так ну что белый красный черный красные у нас же недавно вышел новый набор до burnt out видите вот эти красные оттеночки гель-лаков как раз нам хорошо сейчас сюда подойдут так какой цвет возьмем давайте наверное возьмем не знаю 450 451 наверное возьмем цвет да такой вот ярко красный так значит ну черные белые это традиционно у нас конечно же белый лотос 001 и черный цвет традиционно это черный гель-лак черный глянец черный глянец так белый красный черный есть так ну и давайте начнем с белого конечно же сделаем белый фон и пусть он пока высохнет у нас в лампе так давайте мы вот так сейчас чуть чуть увеличим так надеюсь что все хорошо видно слышно давайте в основу возьмем белый как это не покажется странным белый это как олицетворение белого листа бумаги да то есть как бы белый лист бумаги на котором мы сейчас с вами быстренько от руки наварганим что-нибудь для хэллоуина так значит я тут покопалась магазине а у нас на первом этаже до в ростове-на-дону так и нашла вот такой шармикон я так думаю что скорее всего у вас тоже где-нибудь есть вот те кто любители допустим продукции от компании эми есть вот такой шармикончик я напомню вам номер на самом деле до сих пор продается 182 182 шармикон готия что ли готия даже потерлась уже название 180 182 до 182 шармикон посмотрите какая прелесть тут и вот и вот эти ручки пальчики замечательные длинненькие такие тут и вот эти вот черепушечки прекрасные даже паучки вот нам как раз таки очень хорошо сейчас подойдет для нашего варианта дизайна так взяли и давайте мы сейчас с вами немножечко на белый фон добавим красненького как вы к этому относитесь так я прошу прощения так он тут телефончик заиграл сейчас мы его выключили окей так чтоб нам никто не мешал я взяла красненький цвет из красного нового набора 451 хотя на самом деле может подойти абсолютно любой красный правильно же так ну и давайте вот так аккуратненько совсем немножечко вот таким вот образом так вот сюда чуть-чуть так и кисточкой кисточкой давайте какой-нибудь тоненькой наверно 5 дробь 5 дробь 0 да как обычно кисточка у нас и аккуратненько аккуратненько мы сейчас вот так растянем немножечко красненького на самом деле как бы я сильно не буду переживать потому что я потом всегда могу добавить и черный и белый сюда же поэтому вот так вот небрежно пусть это будет начнется с красного цвета а потом дальше начнем добавлять еще и еще так просушим просушим и давайте на топ т-класс на топ без остаточной липкости в нашем случае этот т-класс приклеим посерединочке черепушечку до фотографию бедного йорика мы говорим про студенческий до дизайн ну опять же ведь на вкус и цвет товарищей нет правильно кому-то нравится кому-то нет ну а мы попытаемся сюда добавить все что у нас есть наличие и просто покрытие и шармиконы и слайдеры и даже стемпинг сюда же можем с вами добавить подсушили и приклеили череп и так шармиконы по моему в прошлом году может даже еще чуть раньше затрудняюсь прям сейчас вот вам так ответить так надо наверное шпинцет взять да чтобы на камеру было красиво выглядело все это хотя бы со стороны хотя конечно просто в перчатках неудобно перчатки прилипает сил никаких нет так давайте вот таким вот образом сюда прям по центру парня прилепим нас будет знаете такой прям королевский ноготь потому что здесь будет все и сразу вот такой красивый парень давайте назовем его вот мне нравится юрик бедный юрик такой вот прям симпатичный на самом деле можно так и оставить согласитесь что уже принципе больше ничего и не нужно так ну и вот сейчас сюда прямо на шармикон да сверху мы добавим с вами несколько капелек черного цвета это может быть гель-лак это может быть черная гелевая краска например черный тюльпан это может быть им паста черного цвета черная смола на самом деле как бы не принципиально важно это может быть абсолютно любые любые цветные гели до черного цвета гель-лаки не гель-лаки гелевые краски им пасты пасты гели с липким слоем без липкого слоя 3 как вот просто от балды вот так вот сверху вниз так и даже вот отсюда можно аккуратненько вот тут же вот даже вот зубки у парня такой красивый прикус вот вот сюда вот так вот продлим и вот так сделаем так как будто это такие вот капельки стекают немножечко акцент пониже причем знаете заметила когда делала что не испортите в любом случае сколько бы вы линии не начертили как бы далеко бы вы не зашли в ваших фантазиях так ну что черного цвета добавили немножечко акценты поставим так и здесь тоже вот так замаскировали короче так ну естественно просушиваем видно уже как так зловеще выглядит конечно на ровном месте вроде ничего не предвещало беды так ну чтобы хоть немножечко немножечко нашему юрику добавить красоты можно добавить от руки цветочки нарисовать да можно бабочки от руки нарисовать но мы же с вами делаем дизайны которые ну как бы делаются как бы быстро да поэтому можно обратить свое внимание на вспомогательные материалы и добавить цветочки с новых например вот вот новый nail dress 115 цветочные портреты мне вот здесь очень понравились вот эти вот беленькие ромашечки может быть у вас какие-то другие есть но вот белые цветочки сюда как раз таки очень даже сильно хорошо продать по подойдут так давайте возьмем давайте так ну естественно все это дело мы сейчас вырежем на самом деле можно было бы и зеленые даже листочки добавить веселее будет но у нас сейчас кое-где тут около ромашечек будут поэтому я думаю что этого будет достаточно давайте вот я даже вы разделю на три части ой не на 3 на 2 вот так естественно мокрая салфетка давайте еще один вырежем чтобы было как в лучших традициях до ростова-на-дону мы обычно всегда об этом вспоминаем все лучше и сразу дорого богато чтобы не рисовать от руки она прикольно будет на самом деле вот видите цветочки вырезала ну и естественно как бы на слайдер-топ да если слайдер-топа нету можно было бы просто мазнуть базой но я возьму на слайдер-топ прилеплю хорошо вы не против так слайдер-топ ну липкость хорошая липкость хорошая и выровняет поверхность так просушиваю 10-15 секунд этого времени будет достаточно для того чтобы прикрепить цветочки цветочки можно прикрепить с помощью подушечки для стемпинга да но только конечно же прозрачно аккуратненько чтобы не испачкать ну просто чтобы попасть четко вот например взяли аккуратненько вот так видно видно ческозь прозрачную подушечку куда вы будете цеплять эти цветочки которые немножечко приукрасят да все таки всю эту мрачную картинку так вот сюда пару цветочков давайте еще один какой-нибудь вот сюда чуть ниже так но я думаю даже достаточно можно было даже не цеплять еще четвертый пусть будет так хорошо так естественно подсушиваем в лампе естественно и обязательно девчат слайдер обрабатываем праймером да или ультрабондом обязательно так наташенька добрый день красота так я сейчас аккуратно подняла глаза и сейчас попытаюсь ага все мне слава богу все эти комментарии появились наташа добрый день только подключилась сначала слайдер потом красный татьяна мы сначала сделали белый фон немножко добавили красного и приклеили шармикон видите вот а уже потом я добавляла черный так значит обрабатываем ультрабондом или праймером нет нет не витраж это красный гель-лак красный гель-лак из новой коллекции красных оттенков я взяла 451 цвет вот так обрабатываем ультрабондом праймером так можно пока ничем не перекрывать потому что я хочу добавить еще немножечко цвета я сейчас возьму чуть-чуть опять черного и почему бы например вот эти вот полосочки чуть-чуть не вывести на белые вот эти ромашки мы их потом можем увеличить в объеме можем и не увеличивать потому что я еще не знаю как у меня настроение будет видно вот просто прикольно смотрится так по-взрослому хотя на самом деле вот так так просушиваем естественно все это дело вот даже вот нам татьяна написала что-то ее тем тема да вам нравится смотрите вот они черепушки скелетики нравится ну это понятно что так вот по-взрослому да это такая более детская тема более смешная тема скажем так а вот это конечно так вот по-взрослому ну и то это только лишь благодаря тому что когда-то екатерина николаевна мирошниченко придумала этот замечательный шармикончик вот вот например я же говорю в повседневной жизни я бы например и не обратила бы внимание просто вот не нужно было срочно выполнить задание да к сегодняшнему прямому эфиру я вспомнила что у нас есть вот такой шармикон так подсушили так ну и что еще можно на самом деле как бы можно от руки написать хэллоуин а можно допустим какую-нибудь еще бабочку да вот он такой зловещий какой-то тут чел это да юрик мы его обозвали вот а можно например взять и с помощью пластиночки для стемпинга может быть у вас есть там вот бабочки до бабочки у нас есть эта пластина ботаника называется тут вот есть у нас бабочка например видите вот бабочку можно взять сейчас бабочку раскрасить красным цветом то есть мне потрат потребуется например красный лак для стемпинга есть такое дело кисточку чтобы раскрасить прямо на подушечки так сейчас я идеальный мазок номер 0 возьму кисточку будет ей удобно раскрашивать так подушечка для стемпинга у меня есть есть я сейчас делаю следующим образом так черный лак для стемпинга сейчас чем-то убрать излишечки с пластиночки сейчас все сделаем когда к стемпингу готовишься столько всяких приспособлений жидкость для снятия гель-лака должна быть всегда рядом правильно же так ну что поехали нужно будет это сделать очень быстро и так бабочка беру бабочку есть убираем все лишнее легкий накат на подушечку все бабочка есть убираю все лишнее так и теперь с помощью красного лака для стемпинга сейчас я его так себе тоже так на пальчик наберу капельку надо же это будет делать быстро раскрашиваем бабочку так я через телефон плохо вижу но я думаю что попаду аккуратненько вот так подкрасили кстати мы уже с вами проводили такой прямой эфир в котором я раскрашивала и цветочки и бабочек по моему тоже мы с вами красили вот очень легко получается даже несмотря на то что проходит время лак же высыхает на воздухе правильно сейчас все равно все отпечатывается ой вылезла чуть-чуть за пределы ничего страшного ладно так ну и отпечатаем бабочку давайте куда-нибудь ее я там крылышко немножко испортила сейчас я его подправлю вот наша с вами бабочка и мне вот здесь вот нужно чуть-чуть подправить потому что неудобно было из-за телефона не видно так все есть да и получился у нас вот такой вот интересный вариантик в котором мы обыграли юрика очень даже симпатично и не страшно смотрится так все просушиваем просушиваем сейчас я вытру перчаточку естественно девчат закрываем топом ну в нашем случае это может быть топ тэк вас это может быть ультра шайн если хотите можно закрыть матовым топом я закрою трошай нам чтоб красиво блестела на камеру так у нас с вами здесь и покрытие гель лаком да и шармикон и слайдер и даже технику стемпинга мы сюда с вами вспомнили просушиваем так этот вариант знаете даже для того кто не умеет ничего рисовать это вот по типу меня да то есть не умею рисовать зато можно выкрутиться запросто с помощью вот этих всяких вспомогательных материалов я тут когда готовилась можно еще взять белую пасту и немножечко увеличить объем лепесточком видите вот чуть чуть увеличила объем лепесточком за счет того что им пасты можно рисовать же сверху если хотите кстати можно сюда добавить это одноминутное дело просто немножко неудобно из-под камеры но ничего им паста белая думаю что у многих мастеров есть гелевая краска без остаточной липкости кисточка то все та же идеальный мазочек номер ноль взяли немножко им пасты ее преимущество в том что вы можете работать и по готовой поверхности и например цветочки можно вот вывести наружу вот у вас например один цветочек остается там где-то под вот этой черной краской которую мы сюда добавили а например у второго цветочка лепесточки сделать слегка слегка объемными найти такие мазковые движения от краешка лепесточка к центру и юрик такой получается сразу такой знаете вот такой вот зловещий конечно но что-то все-таки в нем есть добрая ну здесь практически не видно но мы сейчас делаем так чтобы его стало видно этот цветочек мне кажется интереснее смотрится эти ромашечки знаете добавляют какую-то это красоту что ли доброту на самом деле оказывается праздник такой просто олицетворяет конец лета и начала зимы ну осень и понятно так женская черепушка татьяна написала нам ну пусть будет женская черепушка хотя на самом деле мне кажется парень все-таки такой какой-то зловещий так и вот такой вот вариант мы сейчас послушаем и добавим его к нашей компании юриков видите вот так вот очень прикольно понятно же что не надо на всех пальцах этого делать абсолютно ни к чему да мы можем с вами например просто вот так вот вынести один палец красный один палец черный и смотрите как прикольно смотрится да и не обязательно абсолютно делать это на всех пальчиках видите и с красным красиво сочетается и с черным красиво сочетается не знаю мне кажется прикольно не знаю себе бы не сделала но вот чисто мастер-класс посвященный именно к хэллоуину вот он прикольно принципе у нас с вами и получился так ну кто больше любит красного можно взять красный фон кто больше любит белого можно белый фон а вообще давайте мы его сюда прицепим получилось у нас вот таким вот образом сушим так просушили и давайте какой-нибудь нарисуем от руки смешной какой-нибудь что хотите давайте вот мне нравится скелетик например изобразить хотя конечно хочется и то и другое ну посмотрим по времени вот сейчас мы с вами его быстро изобразим если просто никто если кто-то не умеет нарисовать а сильно хочется можно сделать это просто схематично паутинка татьяна спрашивает не то не это этот сами рисовали да тоненькая кисточка тоненькая кисточка 5 дробь 0 так ну что давайте типсик у нас есть мы можем с вами точно так же как бы пару цветов вместе соединить давайте вспомним from to dusk помните есть такой у нас набор from to dusk и здесь вот есть такой какой-то оранжевенький светленький цветик так есть чуть-чуть потемнее сейчас мы 403 номер посмотрим рыженький да что-то будет такое ну в принципе можно и на нем можно и на нем либо посветлее взять давайте вот такой посветлее возьмем да это номер четыреста шестой четыреста шестой убираете все в сторону и возьмем его в основу так любовь написала нам что цвет этот черный люб ведь ты же знаешь что я согласна на сто процентов самый красивый дизайн это вообще черный френч самый красивый дизайн черный френч ну и соответственно самый красивый цвет да нет вот сказать что я там допустим негативно как это во мне мало там позитива да нет вроде бы все нормально с позитивом но черный цвет мне кажется такой прям самый-самый и к этому празднику прям хорошо-хорошо подходит так просушу основной цвет и мы сейчас сюда начнем точно так же добавляет да какие-нибудь оттенки ну вот опять же давайте черный добавим давайте добавим белый вот под руками же они у нас стоят самое смешное под руками стоят говорю на камеру сама понимаю что глазами уже потерял давайте белый цвет хотите можно и красный сюда добавить тоже хорошо подойдет так ну чего возьмем кисточку наверное для градиента возьмем и кисточкой для градиента растянем до цвета так ну давайте вот так немножко черненького можно было попробовать да и все вместе нет давайте так попроще немножко так кого мы будем рисовать а мы же договорились скелетик да давайте вот так потом белого цвета там вот на этом дальнем плане вот так например кисточкой для градиента раз можно добавить немножечко сюда же рядышком красненький вот так вот и даже немножко беленького ну на самом деле если вы просушите каждый цвет будет тоже очень даже и неплохо но мы всегда сможем с вами потом добавить то что хочется для души ну вот так немножко беленького потом посмотрим подобавляем это как бы не принципиально важно так просушиваем так можно немножко продублировать просто чтоб поярче было сейчас подсушим подсушиваем и еще разочек черный красный на черный так немножко беленького так чуть-чуть освежить белый цвет всегда немножко освежает любой дизайн так просушиваем так что на дальний план рисуем ну паутину да про паутину спрашивали чем легче всего нарисовать ну конечно черная паста и не плывет не течет на дальний план немножечко добавить паутинки хотя на самом деле можно и белым было бы нарисовать да не принципиально важно просто я хочу нарисовать белым скелет поэтому на задний план лучше потемнее да что то добавлю а на передний план как раз таки человечка веселого такого из косточек состоящего так ну что поехали на самом деле в разные стороны можно начертить так сейчас чуть-чуть кисточка 5 дробь 0 линеарная ничего сверх естественного так ну вот тут вот толстовато получилось ничего страшного ну можно сухой кисточкой подобрать на самом деле там будет не видно так вот так паутинку натянули так поперечные перекладинки естественно от ниточки к ниточке от паутиночки к паутиночке с одной вот так стороны немножечко так теперь давайте с этой стороны можно немножко пальчик повернуть клиентке в сторону да и вот таким вот образом раз и еще раз и еще раз где-то можно почаще где-то можно типа паутина порвалась пореже так ну здесь особо не видно но и тем не менее сейчас так набросаем немножечко ну вот так видно да типа 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 паутинка просушили так ну и теперь и теперь давайте нарисуем скелетик будем рисовать белым рисую белой импастой кисточка 5 дробь 0 ничего сверхъестественного кисточку промыла чтобы она была чистенькая и давайте маленького скелетика да такого веселенького добренького так вот так это получается у нас основа скажем что это спина да то есть этот самый как это позвоночник я вспомнила как он называется позвоночник так теперь чуть ниже вот это вот будет плечики смотрите теперь грудная клетка чуть поменьше так ну и таз вот тут вот еще меньше вот так а это у нас будет знаете что тут грудная клетка здесь талия здесь талия теперь значит здесь у нас будет тазобедренные суставы вот так тазобедренные суставы так теперь здесь у нас с вами вот здесь вот тазобедренные как раз вот здесь вот суставчик и здесь суставчик так теперь переходим на ножки на ножки переходим так давайте вот косточки да вот так вот раз косточка коленочка и два и пяточка и ступня сама в шоке на самом деле просто чтобы знаете вот чисто попыталась запомнить так и в другую сторону давайте опять же косточки коленочки пяточка и вниз все есть ножки у нас с вами есть по половому признаку отличать их конечно же не будем так и теперь давайте наверх поднимемся я думаю что просто так просто если кто-то захочет кому-то нарисовать я считаю что это самый простой вариант так и теперь давайте поднимаемся наверх сначала с ручками закончим потом уже будем голову пририсовать ручки надо расставить пошире чтобы для черепушки побольше места осталось и так то есть получается у нас вот здесь вот плечики плечики отметили и теперь ручоночки вот так вот раз тоже из двух косточек косточки косточки условно конечно же все это очень условно экспресс вариант все и теперь голова непосредственно так она конечно же у нас черепушечка круглая симпатичная все вот так вот раз кругленькая и вот сюда вот к шейке то мы добавляем волевой подбородок волевой подбородок вот сюда вот он уже у нас такой смешной будет мультяшный можно сказать все чел готов у нас получился да а давайте вот там вот типа ну что же у нас и пальчики же наверное есть вот так он же такой добрый можно пальчики нарисовать а на пальчиках еще маникюр добавить так и в сюда вот так аккуратно пальчики пальчики и не забыть маникюрчик на них нарисовать вах вот такое у нас будет так ну естественно просушиваем надо глазки да я просто решила что надо что-нибудь веселое да после серьезного после серьезного вот такого вот чела надо что-то посмешнее правильно же вот у вас серьезных достаточно видите такие зловещие какие-то они зловещие вот белый фон красный гель-лак да а здесь смешные челы такие вот прыгают гуляют и можно тоже что-нибудь туда отпечатать таня как вы это делаете так вот же как вот показываю чтобы вам интереснее было проще вот это такие же специфические согласитесь дизайны вот ради одного дня но это если вот я же грёд это все таки больше студенческий да в нашем студенчестве этот более будет развит этот праздник ну чтобы куда-то пойти в какой-нибудь клубешник да там потусить вот и сделать дизайн да например ой 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 что-то у меня тут сейчас секундочку секундочку не перемешала им пасту сейчас а то сейчас я сама себе испорчу парню глаз такой дизайн можно сделать же правильно ну вот как то вот чисто там сходить куда-нибудь правильно же каждый же день такой дизайн делать не будешь однозначно так поприкалываться поэтому надо его сделать быстро чтобы он сильно вас не напряг чуть не сказала носик потом думаю какой же это носик если это дырка под носик вот такой у нас скелетон получился так просушиваем можно еще сделать чтобы у него глазки до блестели чтобы он был добрый но же если уж добрый то до конца до добрый так решила просто промежуточек вот такой вот танцующий чел у нас по его по его получился сушил так ну не знаю можно конечно что-нибудь добавить почему бы и нет например если вернуться к тем же бабочкам можно взять их там какой-нибудь беленькой красочкой отпечатать я уже так делала можно бабочек добавить да можно цветочки вокруг него добавить почему бы и нет можно приведение есть еще пластинка там маленькое приведение есть не помню какое но это сам паучка да довольно таки у меня крупный получился когда вот сидишь тихонечко сам собой рисуешь конечно помельче получается тогда еще время остается можно знаете написать что-нибудь какое там страшное слово какое-нибудь написать бу да обычно как там пугают бу на английском давайте куда-нибудь его напишем бу бу это значит буква б по-английски да может у кого-то такие наклейки есть можно просто наклеить а можно просто вот так от балды написать бу 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 восклицательный знак это он типа в танце вас пугает бу подсушиваем тыкву паучка да девчат на самом деле кто во что гораст эту и паучки и ты кстати вот на этом шармикончике который мы с вами рассматривали есть и паучки тоже вот они смотрите просто в моем случае сейчас он просто тупо не поместился бы правильно же ну на соседний пальчик зато можно было бы сделать текст ну и все лучше и сразу правильно лак беленький бабочка не знаю почему меня тянет на бабочек бабочки цветочки хотя на самом деле можно было бы бабочка давайте еще разочек давайте а если не вытирая пластину попробовать это сделать хотя на самом деле так же нельзя делать но ничего отпечаталась давайте мы ножку прикроем бабочки все отлично так и закрываем топом да девчат достаточно на самом деле по закрывали все что есть так может быть любой абсолютно хотите текласс хотите ультрашайн хотите матовый топ да то есть это не принципиально закрываем перекрываем и смотрим на время 47 минут отлично я пока просушу и верну типсики к экрану девчат ну на самом деле как бы это то же самое да то есть тут белое пятнышко белым цветом все нарисовали потом глазки просто доставили и просушили ну если смотреть на эти типсы варианты конечно верхний ряд не больше заходит потому что он так более по-взрослому смотрится вот ну а нижний ряд это так чисто по приколу чтобы всем было не так страшно в этот замечательный праздник не знаю своего там сильно сильно любит но один день потусить с друзьями конечно можно не вижу повода не выпить как говорится да мы с вами сделали сегодня вот такого интересного вариант с цветочками с бабочками с бабочками мне нравится вот этот прикольный да вот так приятно если бы вы сели и повторили на самом деле как бы приятно что если вот понравилось и не зря может правда кому-то какая-то изе я не думаю что все ваши клиенты придут завтра начнут просить у вас скелетов или привидений каких-нибудь да вот но если придут выстрелить вы может вспомнить и сделаете скрины вспомните что можно на любом белом фоне добавить несколько там штришочков красным гель-лаком несколько штришочков черным гель-лаком да наклеить какую-нибудь ну или от руки нарисовать черепуху вот и прикольно смотрится добавляя бабочки цветочки и так далее ну на самом деле как бы я надеюсь что мы вам были полезны сегодня такой на шуточный немножечко мастер-класс получился чуть прошу прощения чуть завошкалась с начала мастер-класса вот с техникой не очень дружу вот ну и на самом деле как бы пусть этот даже праздник вот этих вот нечистой силы принесет всем все-таки чистого здоровья любви красоты и даже мы понимаем прекрасно что начнется же скоро ноябрь и зима не за горами давайте будем думать о прекрасном потому что впереди прекраснейший на чудеснейший праздник новый год ну а в ноябре же еще там дополнительно выходной у людей есть но у нас у мастеров то как бы особо это ну не чувствуется но и тем не менее вдруг кто-то куда-то поедет всем девчат огромное спасибо за ваше внимание спасибо что вы нас слушаете смотрите спасибо большое за вот это вот очень очень круто спасибо вам огромное я всегда очень сильно переживаю очень нервничаю вот слова поддержки прикольно ну на самом деле мы не всем нравимся ну каждому свое мы же никому не навязываемся правильно я желаю вам всем здоровья творческих успехов вот всяких идей вот таких вот пусть даже немножко смешных и дурацких вот ну это как-то помогает жить позитивно в этом мире и побольше всех денежных клиентов спасибо вам огромное спасибо 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 Продолжение следует...